Добрый день и добро пожаловать на мой канал Комфуций. Сегодня установим операционную систему Ubuntu Badge. Так как у меня на канале уже есть несколько установок с Ubuntu дистрибутивами, подробно останавливаться не буду, кратенько пробегусь. Так, выбираем язык русский. Можно запустить как LiveCD, либо установить. Установим. Раскладка клавиатуры. Обычная установка, минимальная установка. Загрузить обновление во время установки. Убираем. Установка ПО от третьих лиц. Делаем обычную установку. Так, стерить диск, зашифровать, использовать LVM. Выбираем другой вариант. И продолжить. Так, значит, надо новую таблицу разделов создать. Продолжить. Дважды нажимаем на свободное место. Под загрузочный раздел. Выбираем файловую систему. И устанавливаем точку монтирования. 500 мегабайт должно хватить. Так, теперь раздел подкачки создаем. Так, это как раз должно соответствовать 4 гигабайтам. Про раздел подкачки останавливаться вообще не буду подробно. В данном видео я отталкиваюсь от своих нужд и предпочтений. Создадим корневой раздел. И домашний. Нажимаем установить сейчас. Продолжить. Как я уже говорил, про разбивку диска я подробно рассказывал при установке дистрибутива к Ubuntu. И про раздел подкачки. И про раздел загрузки. В общем, если кому интересно, можете посмотреть там. Так, выбираем, где мы находимся. Вставляю я Самару. Выбираем имя и пароль. Давайте почитаем. Ubuntu Bagi. Это разрабатываем и поддерживаем сообществом вариант Ubuntu со средой рабочего стола Bagi. Проектируемые в расчете на современного пользователя, Bagi делает акцент на простоте и элегантности. Bagi тесно интегрируется со стеком Gnome, используя лежащие в его основе технологии для создания альтернативной среды рабочего стола. Простота и удобство в работе. Bagi создается исключением для пользователей настольных компьютеров. Никаких смартфонов и планшетов. Bagi поставляется вместе с Chromium. Содержит все необходимое для просмотра веб-сайтов. Также содержит офис. Музыка, видео, фото, дополнительные приложения. Собственно говоря, все то же, что и в других дистрибутивах Ubuntu. Ну вот и все. Установка завершена. Перезагружаем систему. Так, вот система перезагрузилась. Давайте одним глазком глянем, что здесь есть. Так, вот это своеобразная кнопка пуск. Так, вот обновление системы и приложений. Терминал. Так, какое-то приветствие. Кнопка выключения здесь. Музыка, центр приложений, файлы. Офис. Веб-браузер. Ну, в общем, можно обновить систему или пока не обновлять. В общем, на этом я хотел бы закончить. Если данное видео было вам полезно, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.